Какие есть критерии для выбора гелий? Почему их два? Почему один с антисептиком, а другой без? Мы имеем две формы выпуска, это 5 и 13 мл. Большие гели используются обычно в кабинете, а маленькие выдаются пациентам домой для самостоятельных процедур. Принципиальное условие выбора заключается в том, что если у нас есть агрессивная активная патогенная флора, то мы используем гель с антисептиком. Если мы работаем в санированной полости рта и это какие-то плановые мероприятия, то тогда мы применять можем гель с корой осины и дегидрокверцетином. И также речь идет о каких-то экстренных ситуациях, чаще всего это будет гель с дегидрокверцетином, а не с антисептиком. Есть пациенты, которые достаточно длительно применяют, и уже есть клинический опыт наблюдения, который говорит о том, что не меняются никакие параметры. В полости рта и наброс состояния стабилизируется, чем обусловлен уникальный состав и комбинация с основой. Поэтому мы выбираем гель с корой осидином тогда, когда нам нужен антисептик, когда проводится хирургическое лечение, потом мы используем гель для ухода за полостью рта, когда это ургентный какой-то экстренный прием врача, неплановый, либо при подостром парадонтите, либо поражение слизистой оболочки полости рта. Везде, где есть активный инфекционный процесс, но применять мы его можем только до трех недель. Гель с экстрактом осиновой коры и дегидрокверцетином мы применяем, например, при альбиолитах и можем носить в лунки зубов. Это плановый прием врача, это профилактика стоматологических заболеваний, установка формирователей ДИСНЫ, вот как одно из таких серьезных направлений, где мы можем увидеть эффективность даже от однократного нанесения, потому что через 7 дней даже при условии пересадки трансплантата, случай есть в этом журнале, который мы с вами смотрим сейчас вместе, и в дальнейшем я тоже покажу и прокомментирую все подробно, покажу другие способы применения. Но именно установка формирователей ДИСНЫ нам открыла глаза на то, что мы формируем полноценную манжету в этой зоне, у нас нет смачивания на формирователь ДИСНЫ от контакта, и все сосуды погружены под эпителий, то есть там формируется адекватная манжета, и даже в среднем через 7 дней мы можем брать уже процент протезирования, а бывает и раньше. То есть мы применяем гель там, где нет инфекционного процесса, либо для регулярного, систематического или вообще постоянного ухода за деснами. Есть 18 основных направлений, которые мы определили в использовании, я коротко их перечислю, а системный подход на основании МКБ-10 мы рассмотрим в одном из последующих вебинаров. Первый это забор аутотрансплантата с бугра или с неба. Мы наносим гель в конце, когда уже кровотечения нету из раны, либо была установлена губка, она потом удаляется. Для чего это делается? Для того, чтобы уменьшать, во-первых, болевые ощущения, снижать реактивный отек и защищать рану за счет биоадгезивной основы. Потому что у пациентов, у кого происходил забор аутотрансплантата, конечно же болит, потому что есть повреждения надкосницы, как минимум ее волокнистого слоя, поэтому мы можем применять одинаково здесь любое из гелей, которое, в общем, смотрение врача или больше нравится. Структурно они действительно немножко отличаются. Один имеет за счет содержания твердых компонентов чуть более пастообразную консистенцию. Это гель с дегидрокарцитином и экстрактом осиновой коры именно за счет своего компонентного состава. А гель с хлоргексидином все-таки более гелевой формы, вдруг он и скажет. Поэтому по консистенции они тоже имеют небольшое различие. Это лечение пародонтита комплексное, конечно, когда выполняется кабинет на скайлинг, рутплейнинг, полировка поверхности корня и аппликация геля на десне уже после манипуляции. В дальнейшем пациент между приемами кабинетными наносит гель дома самостоятельно для улучшения состояния десны и слизистых. Это любые операции в полости рта, мы наносим на высушенные швы до 2-3 недель максимум. Также очевидно, что это гель с антисептиком в избежание образования осложнений именно инфекционного характера. Это инфекционные поражения слизистые. После необходимых манипуляций мы также наносим. И применение антисептика оправдано при плохой гигиене, поэтому мы будем выбирать гель с антисептиком. Это достаточно распространенные ангулиты. Если имеет уже место инфекционный процесс бактериальный, то есть это не первый день нанесения, то мы используем гель с антисептиком. Если это экстренное нанесение, то мы можем обойтись гелем с гидрокверцетином и даже не довести до осложнения этого процесса. Хиелит аналогичная история, тут и принцип выбора точно такой же. Установка ФДМов сразу на операции, когда мы используем одномоментный протокол и ушиваемся вокруг формирователя десной манжеты. Мы наносим внутрь имплантата гель с антисептиком или гель с гидрокверцетином, а оставшуюся массу геля размазываем по наружной поверхности формирователя десной. И именно вот это сохранение внутри манжеты при контакте с формирователем десной обеспечивает первое антисептическое действие, а второе восстанавливает десневую манжету в достаточно ранние сроки. Это натирающие съемные протезы или натирающие брекеты или ретейнеры. Здесь, поскольку нет необходимости применения антисептика, мы используем гель с гидрокверцетином. Гель может наноситься на высушенный протез или на высушенный участок, соответственно, десны и слизистый. А может быть и так, и так, и тогда даже протез будет за счет биоадгезивной основы тоже дополнительно прикрепляться по анатомии альвеарных отростков. Ношение брекетов-ретейнеров. Дело в том, что мы можем наносить воск на брекет, но при этом поврежденный фрагмент десны, щеки или слизистый, или губы, он так и остается незащищенный и вынужден восстанавливаться самостоятельно. Здесь, используя гель на этот участок, мы стимулируем ауторегенерацию, как рассмотрели механизмы раньше. Это лунки удаленных зубов и сухие лунки. Есть опыт применения тоже при альвеолите. Мы закладываем высушенную лунку или, бывает даже случайно, голую кость. Короткие уздечки и тяжи, где требуется уход, особый за счет труднодоступных мест и образования, например, стоматитов, или какая-то готовность пациента в осенне-зимнее время, когда у них наиболее сложный период. И это у пациента, например, с синдромом открытого рта, либо кто очень много говорит или артикулирует каким-то образом, ну и так далее. Это пациенты, у кого высокий тип улыбки, например. Низкий уровень гигиены или склонность к образованию зубного налета, например, это курящие пациенты, у кого другие вискосные, качество десны даже, ну и, соответственно, все остальное вытекающее тоже. Поэтому это своего рода такая мотивация пациента. Мы можем делать гигиену эту как в кабинете первоначально, так и в дальнейшем и дома, тем самым показывая пациенту, что его состояние, оно может быть намного лучше, чем он приходит к нам. Ротовое дыхание любого генеза, когда требуется уход, ну и, опять же, готовность вот в это один из них время. Нам в этих случаях не нужен антисептик, поэтому можем планово применять гель с экстрактом осильной коры и дегидрокверцетином. Нарушение гисточного нижечелюстного сустава, что сказывается на скучности зубов и требуется комплексная реабилитация, гигиена и соответствующая профилактика дальнейших проблем. Также применяется гель без антисептика. Пациенты с ограниченной возможностью, конечно же, требующие постоянного ухода, это мы можем говорить и о проблемах опорно-двигательного аппарата, инсульты и различные другие состояния. Это и онтологические пациенты, у кого есть химию, радиомоказиты возникают после различных видов терапии. Им требуется особое восстановление слизистой и эпитализация, с которой есть очевидные проблемы за счет остановки деления быстро делящихся клеток, которые не представлены клетки и малигнизированы. Поэтому это комплексная реабилитация, гигиена и профилактика, которая требует особого внимания. Это операция синус-лифтинга, я пока не могу вам рекомендационно, поэтому говорит весь о случае применения внутрь синуса. Но обязательно мы наносим на швы, как сегодня мы посмотрели это в ролике при операции поднятия верхней челюстной пазухи, увеличения объема. Это филинг или сглаживание десны, но мы рассматриваем филинг не инъекционный, а только травматичной иглой или зондом мы в карман наносим. И тут гильсон-дисептиком, поскольку он требуется все-таки обычным пациентам, например, с пародонтитом на этапе их ремиссии, на этапе лечения, купирования, обострения или первично возникающих острых состояний в случае острого гнойного пародонтита. Поэтому это приводится без инъекций. И установка формирователя десны на любом сроке. Через неделю наблюдается заметное уплотнение десны, формирование десны манжеты, даже если была пластика, например, с аутотрансплантантом в этой зоне по разным причинам, по причине недостатки объема мягких тканей. Сегодня мы на этом закончим. И дальнейшее, что забегая вперед, в следующий вебинар расскажу вам подробно о классификации МКБ-10 и тех состояниях, которые были выбраны нами, и где мы можем применять гель пошагово и подробно. Продолжение следует... Продолжение следует...